Всем привет! Меня зовут Казачка. Мы держим коров 15 лет. И последние два года я не даю их от слова совсем. Я даже в этом году вынесла из сарая свой доильный аппарат. И если мне надо молока, я даю коров вручную. Все молоко выпивают телята. То есть мы держим коров на подсосе. Давайте я вам расскажу про это поподробнее. Пойдемте вместе со мной в стадо. Хотя, честно говоря, хоть я вас и пригласила в стадо, я не уверена, что у меня получится заснять для вас хоть какой-то сюжет, потому что стадо охраняет злющий соседский бык, друзья. Знакомьтесь, это наш соседский бык. Вот так каждое утро открываем ворота. Мы видим вот это животное, которое копает, бросает на себя навоз. И мы все время думаем, что же у него на уме. Ну, в общем, честно говоря, страшно, конечно. А это наши телята. Вот этот белый пятнистый теленок. Это сын нашей белой коровы, который так и звать белая. Он выращивается на подсосе. Белая корова дает около 16 литров молока. И, естественно, все это достается теленку. Вот только в последнее время, когда мне заказали топленое масло, я ее поддоила. Сделала сначала сливочное, потом топленое. Ну, то есть для клиентов. А так я к ней даже близко не подхожу. Вот эти два черных теленка, которые только что мелькнули в кадре, это тоже телята на подсосе. Причем один из них выращивается, вот как раз вот эта телочка, одна под коровы и выпивает все молоко. Мамаша ее дает, ну, тоже около 14 литров молока. Она у нас трехсисия. Ну, и все достается этой телке. Как видите, стати у нее, дай бог. Причем ей, вы знаете, я даже не могу точно сказать, сколько времени, но она молоденькая. Ну, может быть, ей месяца три. Вот еще одна телочка. Посмотрите, по ней видно, что она старшенькая. Это тоже наша телка. Друзья, это телка прошлогодняя. И вы обратите внимание, что она чуть-чуть всего больше, чем та телочка, которая выращивалась на подсосе. Вот эта белая корова, это и есть та самая мамаша, про которую я рассказывала, у которой белый пятнышк у теленок, который дает 16 литров молока. Как видите, вымя у нее совершенно пустое. Он прекрасно справляется. Именно из молока этой коровы я делала топленое масло. Друзья, а это опять вот тот самый бык, который мешает мне все время сделать вам приличные кадры. Я боюсь подходить ближе. Я в этот раз приехала с мужем. Муж был с палкой. И пастух там был. Но вы знаете, если он кинется, никто не поможет. На обратном пути я поснимала свое стадо коз. Друзья, коз я тоже не даю. И никто на подсосе у них не выращивается. Вернее, как козлята, конечно, их сосут. Но вообще от этих коз берут именно сырье. Пух, видите, вот идет такая лохматая, облезлая коза. Это остатки той прекрасной шубы, которая на ней была, и из пуха которой вяжут прекрасные платки, косынки. Это да-да-да, именно та самая козочка, которая прославилась на всю Россию, на весь мир, из-за того, что у нее прекрасный пух. Оренбургские платки, наши платки, вяжутся из пуха вот таких коз. Друзья, и как я уже сказала, их тоже не доят. В наших местах никому и в голову не придет доить пуховую козу. Хотя я знаю, что во многих регионах слово коза ассоциируется именно с козьим молоком. И людям непонятно, как можно держать коз, и при этом их не доить. Так же, как многим непонятно, как это можно держать коров, и при этом не иметь с них молока. А вот так. Я надеюсь, что вы слышали про такое словосочетание мясное скотоводство. В Калмыкии, например, либо мясные породы скота, они выращиваются именно на подсосе. Никто не берет с них молоко. Я вам сейчас про это расскажу. Да, друзья, то, что я вам рассказала, является чистой правдой. В наших местах выращивают скотину на подсосе. Но я не знаю, я так думаю, что, наверное, это из-за того, что, может быть, вы обратили внимание, у нас довольно бедные пастбища. Я вам так хочу сказать. Волгоградская область это засушливый регион. И северные районы области, они отличаются более богатыми пастбищем. Там другой травостой. Там больше дождей. Там трава зеленая. Если вы обратили внимание на то, что показывала вам сегодня я, там, где пасутся козы, там, где лежали и ходили телята, там вот такая трава, понимаете, у нас не показывают высоких надоев, коровы, которые, по сути своей, являются высокоудойными. Но из-за чего? Из-за того, что, да, из-за того, что мы не можем обеспечить им должный уровень кормежки. Потому что вот эти хорошие надои дают даже не добавление каких-то комбикормов в их рацион, а дают именно сочная трава. Когда корову дождь, я обратила внимание, вы знаете, вот если пройдет дождь и они наедятся травой или пасутся в дождь, вы понимаете, когда они приходят домой, они дают буквально молока литра на два, на три могут больше дать. То есть это чисто из-за того, что они едят сочные корма. Понятно, да? И поэтому, может быть, для кого-то покажется это странно. Мне много раз про это писали жители Воронежской области, жители северных областей нашей области. Они говорили, если корова дает меньше 25 литров молока, то такую корову держать невыгодно. Правильно. Я с вами соглашусь. Раньше у нас в совхозах в нашем засушливом регионе, да, на самом деле были такие высокоудойные коровы. Чем их подкармливали? Какими сочными кормами? А вот в каждом колхозе, в каждом совхозе было поливное поле. Поливное, друзья, заметьте, потому что у нас без полива ничего не растет. Вот буквально за окнами моего дома было поливное поле, стояли поливалки, у нас недалеко речка, здесь выращивалась люцерна, здесь выращивалась еще какая-то сочная трава, здесь приезжали комбайны, косили несколько раз за лето, приезжали машины, все это дело перемалывались, загруза перемалывалась, загружалась в силосные ямы. Это на зиму, и плюс ко всему давалось сочный корм стадам, стадам коров, которые пригоняли на ферму, где их доили два раза в день, два, не три. У нас не доит коров три раза. У нас, дай бог, два раза. Но после того, как союз распался, все это благополучно, все фермы, все коровьи стада, все это выведено, и по дворам у нас, как видите, то, что я вам показала, то и есть. Я сомневаюсь, что у кого-то из наших хозяев есть корова, которая дает больше 25 литров молока. И не верьте, не верьте тем людям, во всяком случае, в наших местах, которые хвастаются, что это так и есть. Потому что коровники все врут. Сколько я не разговаривала, особенно, когда ты покупаешь корову, обязательно они тебе прибавят свои буренки надой. Ну, не знаю, у кого на сколько фантазии хватает. И 5, и 10 литров могут прибавить, и все, что угодно. И понимаете, когда спрашиваешь ты у человека, у владельца коровы, а сколько дает твоя корова, ну, я не знаю, они то ли стесняться сразу начинают, никто не скажет, моя корова дает 15 литров, понимаете, ну, может быть, от того, что им типа стыдновато. Чего это твоя корова дает всего 15, а она, мол, 30, понимаете, обязательно прибавит. Если она дает 15, скажет 18, если она дает 13, скажет 20, поэтому я никогда ни у кого не спрашиваю, сколько что дает, они все равно все врут. Ну, вот те, кто меня смотрит, скажите, что не так. Все всегда привирают, поэтому спрашивать про это не надо. Но я отвлеклась по поводу вот этого подсосного содержания коров. Тут в чем вся фишка? Так как коровы наши дают немного, то сразу после отела мы оставляем теленка под коровы. Лучше, конечно, чтобы их было два. Покупать нужно еще одного, ну, либо там, может, у соседней коровы забрать. И все. И первое время следить за тем, чтобы он выпивал у нее все молоко. Он пока маленький, слабенький, запросто может такое случиться, тем более, если у коровы большой сразу приход молока, что он недопьет и, может быть, мастит. Но после того, как теленку исполняется неделя, либо 10 дней, он уже прекрасно справляется со своей задачей. Хозяину уже нет необходимости следить за выменем. А первое время, если теленка не выпивает, естественно, надо поддаивать. Если вы не хотите испортить корову. Ну и все. А потом он растет один, либо два теленка под коровой. Можно три теленка под коровой. Понимаете? Есть такие коровы, которые подпускают вообще всех подряд. И таким образом телята выращиваются на материнском молоке. И в прошлом году я могла, понимаете, я могла, не то что провести эксперимент, я могла сделать выводы по поводу вот этого подсосного содержания. Вот тот бык, которого я показывала сегодня, вот этот страшный, черный такой, темно-серый, это соседский, у нас был точно такой же бычок, которого я зарезала, по-моему, в декабре месяце в 10-месячном возрасте и отвезла мясом в Москву. Друзья, так вот, в 10-месячном возрасте, 10 месяцев бычку, в нем было 190 килограммов. 190. Это без головы, это без мотолык, по-моему. Мотолыки мы не взвешивали, то есть они тоже тяжелые, вот эти вот ноги, копыты и все такое. 190 килограммов, это чистого, естественно, мясо чистого, вот, то, которое можно продать. Галяшка была, да, в этих 190 килограммах, вот, и он, получается, был сыном вот этой белой коровы, которую я вам сегодня показывала, ну, вот, за 10 месяцев она такого вырастила себе. Он пил только молоко, никакого зерна, никакой дробленки, он ничего в глаза не видел. Сейчас история повторяется. Та корова, мышка серая у нас, которая кормит двоих телят, они у нее все складненькие, справненькие, толстенькие. Это видно, когда ребра не торчат, когда задок у них, знаете, такой пухлявый, вот, видно, что телята будут справненькие, но они по росту, по килограммам, они меньше, чем те два теленка, которые пьют молоко, каждый от своей коровы, но нам в этом году не повезло, у нас две телки. Если под коровы в прошлом году был бык, которого мы зарезали, 190 килограммов, то в этом году под ней телка. Я не знаю, сколько будет в ней килограммов, понимаете. Если ты выращиваешь животное, вот так на подсосе, нет смысла его отправлять в зиму, потому что, ну, вы представьте, сколько за этот сезон, за 10 месяцев, на сколько он выпьет молока. Опять же, это выгодно в том случае, если ты не ездишь с молоком на базар. Если ты сдаешь молоко на молоко, цена у нас на молоковоза смешная. Насколько я знаю, сейчас по лету 20 рублей, может 22, согласитесь, 2 рубля там особой погоды не делает. И получается, что к завершению сезона вот этот теленок, которого ты продаешь, он полностью окупает то молоко, которое ты мог бы сдать, если бы работал с молоковозом. Ну, то есть, ты с молоковозом получил бы те же самые деньги, которые ты получишь, сдав вот этого теленка. Ну, там плюс-минус такая, в общем, понимаете, сумма как бы, не особо разница. Но, в чем плюсы того, что у тебя содержание подсосанное? В том, что ты не ходишь каждый день ее доить, в том, что ты свободен. То есть, понимаете, это как твоя типа ходячая сберкнижка. Корова сама его кормит, тебе не надо вообще ни о чем заботиться, тебе нужно только осенью умудриться его зарезать, найти клиентов и продать. И взять вот эти деньги кучкой. Если корову будешь доить, сдавать опять же молоко на молоковоз, еще раз повторяю, возьмешь приблизительно те же самые деньги, как если бы ты взял вот с этого одного теленка. Если два, то, конечно, будет лучше. Но вы там сами посчитайте, у вас у каждой своя корова, свой надой, своя собственная цена на молоко и своя собственная цена на мясо. Я вам говорю про свой собственный опыт. Мне это нравится. Я вам скажу почему. Потому что я непривязная. Понимаете, один большой минус, когда ты коров доишь и сдаешь куда-то молоко, либо там имеешь клиентов, вы понимаете, от них никуда не уедешь. Все. Ты полностью привязан к своему хозяйству. Какие бы великие деньги ты бы с него не получал, какое бы там большое удовольствие ты со своих надоев не имел, но дело в том, что ты не можешь никуда вырваться. Ты утром и вечером должен надеть галоши и идти доить коров. Ты должен расправляться с этим молоком, потому что молоко скоропортящийся продукт, оно долго у тебя в кувшине стоять не будет. Его нужно перерабатывать на сыр, на творог. Сыр сделать это тоже целый день, считай, занят. Ты подоил корову, ты идешь в сыроварню, делаешь сыр, ты моешь все эти фляги и у тебя ты где-то часов до 4 ты на своем рабочем месте перерабатываешь молоко. То есть доишь, затем перерабатываешь. Я, конечно, говорю про большие объемы. Если у вас 10 литров молока, возможно, вы управитесь быстрее. Я говорю про себя, а у меня обычно, когда я этим занималась, было, ну, самой маленькой 60 литров, а так 120-130. Больше не скажу, но где-то вот в таких пределах я крутилась. Поэтому, понимаете, ты занят целый день, больше никаких дел у тебя нет. Если у тебя молоко выпивает теленок, то, как говорится, ты целый день свободен, ты их даже утром не видишь. Твоя задача прийти в сарай, его открыть, открыть ворота и прогнать коров в стадо. Все. То же самое вечером. Ты пригнал коров, тебе не нужно заботиться о том, что кого-то там надо доить, молоко сохранять. Утром приедет молоковоз, тебе нужно молоко охладить. Вот как-то так. Либо, если у тебя клиенты, то ты должен все это дело перерабатывать. И это такая круговерть изо дня в день, из часа в час. Ты не можешь ни на что вообще отвлечься, заболеть и все такое. Ну, вы сами понимаете, да, то есть, когда ты доишь корову, ты очень сильно привязан к корове, привязан к хозяйству, никуда ты, как говорится, с этой тропки свернуть не можешь. А когда ты содержишь на подсосе, пусть там в деньгах теряешь там какую-то сумму. Еще раз говорю, она, знаете, ну, не такая великая, из-за которой можно было бы опять впрячься в эту лямку. Но зато ты свободен. Понимаете, ты можешь заниматься другими делами. Я, например, приду пух, вяжу платки, куда-то там езжу. Например, вот через три дня я уезжаю в круиз с дочкой. У нас это было запланировано еще зимой. Муж мой, он бы, мы его позвали, но он не поехал. Понимаете? Ему как раз нравится гонять вот это вот все. Вот он остается дома на хозяйстве. Вот такие вот дела. Поэтому, еще раз повторяю, что мне, да, мне нравится содержание на подсосе. Возможно, что для кого-то из вас это, ну, я не знаю, диковато звучит. Возможно, у вас там клиентура, где вы продаете молоко по 100 рублей за литр. Но, прошу заметить, что у нас нет такой клиентуры. нет. У нас здесь, не глядя на то, что у нас нет кормов, не глядя на то, что у нас такие малоудойные коровы, у нас перепроизводство молока, друзья. Вот честное слово, перепроизводство. У нас в районном центре молока, вот так, хоть залейся. Ездить в Волгоград, ну, да, мы ездили, торговали на рынке, но, опять же, это привязанность. Вот, поэтому, я выбрала вот такие плюсы-минусы. У нас второй год, получается, корову на подсосе. И в Москву опять поедет экологически чистое мясо. К декабрю месяце, я надеюсь, во всяком случае, что оно поедет, но если не поедет, то мы просто-напросто молодняк сдадим каким-нибудь перекупщикам. Кстати говоря, мне люди писали, что вот, а что нельзя там в Москве купить мясо у тех же самых фермеров на том же самом рынке. Я вообще-то не знаю, за всех ручаться не буду, но вообще-то у нас скупают мясо перекупщики. И вот именно они торгуют на рынке. То есть они там арендуют место, у них должна скотина быть каждый день, каждую неделю должна быть новая туша. Ну, или я не знаю, как там, насколько у них большой бор, каждую неделю две туши. И они ездят, все это скупают у нас. У производителей. И бывает такое, что скупают задешево, например, корову, которая ногу подвернула, либо корову, которая обожралась, либо что-то там еще. А вы и знать не будете, что вам досталось не, как вам сказать, не кошерное мясо, вот так, что животное получило стрессы, или, не дай бог, присмерти, либо что-то еще. вот, а плюс в том, плюс в моих поставках, в том, что вот животное здоровое, вы можете наблюдать, пожалуйста, можете делить его, прямо сейчас начинать, москвичи, это я к вам обращаюсь, кому ногу, кому лопатку, кому голову, кому еще что-то. Но это, конечно, шучу. На самом деле, вы мне можете заказать пуховое изделие, телефончик будет внизу под видео, я вам оставлю ссылочку под видео. У меня, кстати, вы знаете, очень интересный плейлист про приготовление пищи в деревне. Я вот сейчас смотрю, видео я снимаю давно, сходите, посмотрите, там и в печке есть, блюда не особо такие с изысками, но они все вкусные, красиво сняты, многие из них. Так что я вам рекомендую свой плейлист «Еда в деревне». Видео у нас получилось уже длинное, пишите, что вы думаете про выращивание телят на подсосе. Кстати, пишите, почем вы издаете молоко. И на этом всем пока. Оно, конечно, вкусное, ничего не хочу сказать. Но я просто счастлива, что я королу на самом деле не даю каждый день. Это дает мне возможность снимать видео для вас. Я сейчас не перерабатываю молоко, не варю сыр. А вот видите, сижу совершенно спокойно. Сейчас пойду сажать огород. Всем пока. Пока.